Товарищ Сафронов Товарищ Сафронов Товарищ Сафронов стабилизацию изображения, поэтому полноценный ролик я вам показать не смогу. Плюс ко всему, там непонятно, то ли можно было снимать, то ли нельзя было снимать. В таком маленьком окошке я вам покажу, что там было. Ну, это обычные стенды, ряды, и ничего такого прям сверхъестественного там не было. Выставка проходила в огромнейшем центре Крокус-Сити-Экспо, и там были просто ряды, стенды, маленькие компании, большие компании, всё подряд. На этой выставке присутствовали как совсем маленькие компании, так и такие гиганты, как компания Disney. Была там, правда, одна компания, которую мы все прекрасно знаем. Эта компания «Играем вместе». Знал бы я, что они там будут, принёс бы им в подарок их игрушки, которые они выпускают. Пожалуй, на следующей выставке так и сделаю. Когда я подходил к некоторым стендам и начинал расспрашивать, что это за компания, чем они занимаются, что у них интересного есть, то после того, как представители этой компании понимали, что я не являюсь крупным оптовиком, то некоторые, мягко говоря, хамили. Другие же, наоборот, были любезны и рассказывали всё в красках и в деталях. Чего-то фантастического я там не наблюдал. Может быть, это потому, что у меня ещё нет опыта походу на такие выставки, и я не умею подмечать важные детали. Ну вот, как раз набираюсь опыта, и на следующую выставку, я думаю, уже подготовлюсь, включу стабилизацию на камере и напишу какой-то список вопросов, посмотрю, какие компании будут участвовать, и расскажу вам уже намного подробнее. Но было и два приятных момента, о которых я не могу не сказать. Во-первых, это компания «Звезда». Несмотря на свою такую значимость в мире производителей игрушек, они были весьма приветливые и очень радушно меня встретили. Кстати, о компании «Звезда». Я уже делал обзор на «Железного человека» от этой компании и прикупил ещё не на выставке, а просто в магазине «Халка». Это для меня самая интересная фигурка, на неё я обязательно сделаю обзор. Он такой весь зелёный, большой, стоит на подставке, красивый, и даже стоит дороже, чем все остальные. Обзор обязательно будет, ждите скоро. И второй момент, такой самый классный, я считаю, я пообщался с ведущим канала «Суперхирос ТВ». Ссылка будет в описании на этот канал и в рекомендациях он у меня висит. Так что можете туда посмотреть, зайти, что это за канал. Там рассказывают про коллекционные фигурки. Сейчас я начал выпуски про коллекционные фигурки раз в месяц делать, и это было как нельзя кстати. После того, как я пообщался с ведущим этого замечательного канала, у меня так ещё больше подогрел интерес к обзорам коллекционных фигурок. Я сейчас очень много по этому поводу читаю, смотрю, и обязательно будут выпуски ещё, может быть, экспресс, может быть, даже не раз в месяц будут выходить, а чаще. На этом о выставке всё. Что же ещё будет интересного в этих выпусках, как сегодняшний? Ну, во-первых, мы не всегда будем встречаться за этим столом. Будут и другие форматы. Я буду брать камеру во всякие интересные места, в парке, в музее, в магазине игрушек. Может быть, на производство на какое-нибудь удастся договориться мне попасть игрушек. И я буду показывать это вам, и мы будем об этом говорить в этих выпусках. Дальше в этих выпусках буду отвечать на ваши вопросы, которые вы часто задаёте. Ну, на сегодня я ответил как минимум на два вопроса. Это частый вопрос «Как ты выглядишь?» и «Как тебя зовут?» Что ещё? Все спрашивают, есть ли у тебя какие-то коллекции или наборы. Да, у меня есть ещё из моего детства это наборы Lego некоторые. В основном, конечно, мне человечки всегда были интересные. В детстве. И я их собирал, и они сохранились много. Это я вам небольшое количество показал. Вот такие раритетные. Некоторые, наверное, не изменились, человечки, а некоторые, наверное, уже даже и не выпускают. Не знаю, какие, нужно будет посмотреть. Фотографии некоторых этих человечков я размещу в группе, и вы сможете написать в комментариях к фотографии. И есть ли у вас такие, или, может быть, таких уже нету, не выпускают, а, может быть, они ничуть не изменились. Мне с вами будет это интересно. Что ещё будет в моих выпусках? Ну, во-первых, будут сравнения. Вот, например, компания Чап Мэй. Это компания Чап Мэй, а это подделка на компанию Чап Мэй. Мне многие задают вопрос, будешь ли ты делать обзоры на Чап Мэй. Буду. Вот, видите, солдат, мне показался он интересным. А это подделка, потому что подобные наборы у них есть. На них тоже будет обзор обязательно. Ещё. В группе ВКонтакте в теме игрушки на обзор просят сделать обзоры на трансформеров. И трансформеры тоже будут. Будут трансформеры как дешёвые. Это различные подделки. Подделки. Это компания Fixed Price. Это какие-то No Name. И на них тоже будет обзор. Также для сравнения я куплю хорошего трансформера какого-нибудь. от известной фирмы Hasbro или кто-нибудь ещё. Посмотрим, кто делает, на кого много отзывов хороших. И сравним. Вот эти вот подделки, которые стоят по 100, а, как мы знаем, компания Fixed Price по 38 рублей. И на них тоже сделаем обзор. Посмотрим, можно ли купить недорогого трансформера. Теперь о конструкторах. Если вы смотрите мой канал и состоите в группе ВКонтакте, вы знаете, что тема конструкторов мне очень интересна. И конструкторов будет много. Это будут конструкторы от компании Brick, Aucini, Slubon и, конечно же, Lego. Ну и ещё многие другие, о которых мы узнаем в дальнейшем. В качестве анонса я покажу интересный набор космический десант от компании Slubon. Мне уже некуда это ставить. Также, внезапно, покажу вам от компании Aucini и от компании Slubon. У меня на полке стоит для девочек конструктор. Тоже были просьбы. И, конечно же, корабли. Это корабли от компании Slubon. И в Рик будет сравнение этих кораблей. Для начала небольшие корабли я взял для пробы, так сказать. А потом будут на большие модели. Посмотрим, всё это пойдёт в коллекцию или в призы. Я не знаю, как будет. Но обязательно и на маленькие, и на большие будет. Но на эти уже совсем скоро ждите. Будут обзоры. Ещё один маленький нюанс. Может быть, помните компанию Creo. И мне тогда конструктор не очень понравился. Я решил дать этой компании для себя ещё один шанс. Это пакетик от компании Creo. Посмотрим, что внутри в обзоре на компанию Creo. Или просто в обзоре на конструктор. Скорее всего, это будет в экспресс-выпуске. Так что тоже ждите. Они будут выходить чаще. И совсем уже скоро тоже. Ещё отвечу на вопрос по поводу возраста. Возраст можно посмотреть на моей страничке ВКонтакте. Но вопрос заключается в другом. Мне спрашивают, не слишком ли тут взрослый для того, чтобы заниматься игрушками. Я отвечаю, что нет. Во-первых, производители игрушек – это не дети. И здесь возраст мне на руку. Я могу оценить, посмотреть и рассказать вам, как сделали игрушки взрослые дяди и тёти для детей. Насколько они оказались хорошими, насколько плохими. И должно ли быть стыдно производителю, этому взрослому человеку, за свои творения. Во-вторых, это хобби. И здесь возраст не может играть никакого значения. Хобби для всех – собирание марок, монет, самолётики, коллекционные фигурки. Всё, что угодно. Здесь возраст абсолютно значения не имеет. Это моё увлечение. Ну и в-третьих, люди никогда не взрослеют. Просто когда они становятся старше, у них становятся игрушки дороже. Мобильные телефоны навороченные, машины, модная одежда, косметика – это всё игрушки. Поэтому ваши родители или, если вы сами взрослый человек, вы тоже играете в игрушки. Ну и всегда остаётся вариант назвать себя коллекционером. Коллекционерам же всё сходит с рук. Собирать какие-то бумажки, марки, пробки, пластинки – всё, что угодно. Я коллекционирую игрушки. Так случилось, что сегодня ещё есть что отметить. На канале уже более 10 тысяч подписчиков и более 2 миллионов просмотров. Спасибо вам большое. И сегодня ещё 50-й, можно так сказать, юбилейный выпуск. Поэтому создаём праздничное настроение. Надеюсь, дух плохих игрушек не придёт. И расскажу про небольшую свою коллекцию. Это не все, я просто для примера покажу. Вот такие вот фигурки Гармити. Я ещё знаю, что есть сериал, но сериалы не смотрел. Можете написать мне в комментариях, если вы смотрели, стоит ли он к просмотру этот сериал или нет. И вообще это игра. Там есть карты, у этих героев есть какие-то очки, умения, способности и так далее. К чему я это? Ну, во-первых, потому что они прикольные, интересные, стоят недорого и выполнены не так уж плохо для такой небольшой цены. А стоят они по-разному. От 50 и до 100 рублей, или до 150 рублей, в зависимости от магазина и от комплектации. Различные есть пакетики закрытые, и в листерах, и ещё какие-то варианты. Я сейчас уже не помню. Сделаю на них отдельный обзор. Но у меня есть запакованные Гармити, и я на них устраиваю конкурс. Их всего 5 штук у меня. А условия конкурса вы узнаете в группе ВКонтакте. Победители получат эти наборы. Здесь один персонаж, доступный для обзора, и один ещё секретный закрытый персонаж. И также небольшой бонус от меня. Все условия конкурса вы узнаете в группе. Так что вступайте, участвуйте и выигрывайте эти фигурки. А обзор я сделаю чуть позже на них. Ну вот и закончился выпуск. Спасибо вам, что смотрели, что ставили лайки, что подписывались на канал. Дальше будут ещё интереснее, будут ещё выпуски. Сегодня мы посмотрим ещё много игрушек разных, посетим интересные места и узнаем много нового. Всем спасибо, пока!